Пятый способ, как делать личные товарообороты. Этот способ, наверное, для тех людей, которые ценят свое время. В свое время я, когда начинала этот бизнес и собирала заказы, я также сформировала базу постоянных клиентов возле своего дома. Объясню почему. Дело в том, что я старалась расти в этом бизнесе и понимала, что то количество времени, то количество часов, которые я буду затрачивать на бизнес-встречи, оно напрямую влияет тому, как быстро я достигнусь своего результата. Результат мне нужен был быстро, и поэтому на сбор заказов я не хотела затрачивать много времени. И я просто поразмыслила и подумала о том, что было бы удобно, если бы все мои клиенты жили рядышком со мной. И тут до меня дошла такая мысль. Дело в том, что я живу в доме на пересечении двух улиц. И вот если идти в сторону, по одной улице, то подряд там находятся следующие, так скажем, организации. Это Уралсип, это продуктовый магазин, это второй продуктовый магазин, это пивной магазин, это салон красоты, это пышка, где выпекают разные вкусности, это еще один продуктовый, ну мини-маркет, так скажем. И на обратной, на другой стороне там парикмахерская, салон цветов и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, что я сделала? Я взяла стопку каталогов, и перед тем, как поехать на работу, на встречу, на бизнес-встречу в офис, я просто прошлась по всем магазинчикам, которые рядышком с моим домом. Я заносила каталог и просто оставляла посмотреть тем людям, которые там работают. И сказала, что вернусь за этим каталогом я на следующий день. В результате в некоторых местах мне отказали, в некоторых у меня сделали заказ. Таким образом, пройдясь по двум улицам в течение недельки, то есть по пять каталогов каждый день, я за неделю сформировала себе базу из пяти клиентов, которые, собственно говоря, делали мой оборот в 150-200 баллов. Это очень просто. Некоторые рекомендации, как я это делала. Ну, во-первых, когда я заходила, я всегда старалась улыбаться, потому что люди сидят на своей работе, приходят к ним люди разные, и мне хотелось все-таки быть праздником для людей, когда я приходила. Я приносила каталог, я оставляла на стоечке. Я всегда клала, то есть я не спрашивала, не хотите ли, можно ли, там не мялась ноги на ногу. Я делала все очень уверенно. Я клала на стол и говорила, здравствуйте, я являюсь представителем компании Reflame, я вам оставлю каталог до завтра, а завтра заберу. Все, что вам понравится, вы можете записать. Вот здесь я вложила бланк заказа. Это, кстати, тоже моя забота о клиентах. Я заранее вкладывала туда листочек, на который они могли уже записать все, что выбрали. Потому что, может быть, им что-то понравилось, может быть, они что-то выбрали, но у них просто нет под рукой листочка или ручки, и поэтому они могли бы не заказать. А так уже у них все есть, и это очень удобно. Вот, есть определенная форма, можно просто листочек, а можно бланк заказа. Например, фамилия, имя, ваш номер телефона, и коды продукта, и название продукта. Для того, чтобы уж точно не ошибиться с тем, какой продукт вы хотите принести, что он хочет получить. Вот, и таким образом я оставляла каталоги и на следующий день их собирала. На это у меня уходило буквально 5-10 минут. И это было очень большой, колоссальной экономией моего времени. И еще помощником в таких продажах у меня всегда был парфюм. Один из моей коллекции, большой, обширный. Я всегда брала тот, который актуален в данном каталоге, который либо идет где-то в начале, либо идет с хорошей скидкой. Я делала следующим образом. Покажу вам на примере аромата, например, от Demi Moore. Это одна из моих любимейших парфюмерных вод. Что я делала? Я брала парфюм и говорила, оставляла каталог и говорила, знаете, у нас сейчас акция, мы знакомим людей с нашим новым парфюмом. Сегодня это парфюм от Demi Moore. Давайте я вас угощу этим ароматом. То есть я не говорила, побрызгаю, понюхайте, это все некрасивые слова. Я говорила, давайте я вас угощу этим ароматом, дайте мне, пожалуйста, ваши запястья. Мне что-то протягивало запястье, я делала пару пшиков. После чего я забирала флакон, уходила и, вы знаете, где-то один из десяти человек у меня заказывали такой парфюм, потому что в течение дня они прислушиваются к этому аромату, знакомятся с ним. Когда он раскрывается, он начинает играть немножко по-другому, и они понимают, что этот парфюм им нравится. И они его у меня заказывали. Всегда это разные парфюмы, то есть одни и те же клиенты могли знакомиться с разными ароматами. То есть для каждого каталога у меня был свой парфюм. Либо я покупала новинку, либо я покупала какой-то тот, который идет с хорошим предложением. И таким образом у меня собралась и в самой коллекция, потому что за каталог, пока я угостила, естественно, он не заканчивается. И теперь у меня целая богатая коллекция парфюмов. Так она у меня и накопилась. Продолжение следует...